Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях председатель общественной организации «Дети войны. Память», а также местного отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», почётный работник общего образования Ольга Петровна Поликарпова. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот я вижу, что у вас здесь много материала, вы их не зря принесли. Но вот тут лежит ближе ко мне день единения народов Белоруссии и России. И карта лежит. Всё. Давайте вот и 3 июля здесь есть, фраза «День независимости Республики Беларусь». Совсем недавно это событие отмечалось у наших соседей, выступал президент Лукашенко. Президент Путин поздравил и народ Беларуси, и президента Лукашенко с этим событием. Вот что для вас, Беларусь, лично для вас? Вы знаете, многое. Многое. Не только для меня. Вот сердце, души для меня, вот как человека полностью. Но и для нашей семьи, я считаю, для наших родственников. И считаю, если глобально посмотреть, много ведь людей окружает нас. Многие, многие, многие деды, отцы освобождали Беларусь. У меня лично отец прошёл, в общем-то, сложнейший путь. Ну, рассказывать об этом очень долго. Освобождал Гомель, Мозырь, Калинкович и как раз юг Беларуси. До Кобрина. И там его десантировали уже из Кобрина на Варшаву. Он освобождал Варшаву. Но Беларусь, как я только стала понимать, где-то в 4-5 лет, может быть, не совсем понимать, но понимала, что он освобождал Беларусь. Затем у меня такой появился интерес, что действительно, это же невероятно просто, не только свою территорию, а и Беларусь, и Европу. И это меня так вот стало заинтересовать. Я поняла масштабность. И потом уже, когда общаясь, приезжая в Беларусь, стремление было, она рядышком, легче было попасть. И я увидела, насколько мы похожи, насколько мы красивые. Мы столько много можем в единении сделать. Мы... Настолько наши культуры перекликаются, настолько наши интересы перекликаются к миру, к сотрудничеству, к искусству, к доброму. Там какие-то дизайны у нас, даже схожие мысли. Да, да, да. То есть это вот первые поездки по Беларуси, когда я ещё была юная, они мне показали такое многообразие и единение, и родство. Такое родство, что я просто была в каком-то восторге, что вот побывала в Беларуси. Ну и потом старались каждый раз приехать. То родные, то просто мы с девчонками, то студенты, то вот на два дня, то на неделю. И каждый раз мы познавали очень многое о Беларуси. И вот уже работая с ветеранами, тоже когда стали ветераны всё-таки уходить. И там, и у нас тоже, да. И когда нас пригласили на 70-летие победы, освобождения Беларуси, на День независимости, он у них так именуется, День единения народов Беларуси и России. И мы приезжаем всегда заранее, едем по-разному, то ли через Север, через Лиозно и Витебск, или через Юг по Папиным фронтовым дорогам. И всегда встречаемся в Минске. Или это ветераны-афганцы, или это ветераны внешней разведки, или это ветераны просто Великой Отечественной войны. Но когда мы попали на параде, на трибуну ветеранов, когда нас разместили с местными ветеранами и древними, пускай это слово никого не обидит, вот сидят, кажется, уже и сил нет, но в них такой дух, даже не награды, а вот дух такой, кто-то что-то расскажет. Тут пообщались, тут пообщались. То есть мы на 70 лет были в Беларуси и были бок о бок с этими людьми, которые освобождали землю от немецко-фашистской нечисти. И такой запал мы уснуть не могли с ветеранами. Мы ехали обратно домой, полное впечатление. И как народ относится к истории, и как он относится к своей культуре, и как он дорожит дружбой с нами. Дорожит. Нас так принимали, и вот буквально до прошлого года нас принимают, пекут куличи, пекут пироги, хлеб на национальных этих вот полотенцах, ручниках, в национальных костюмах, плакаты, музыка. Концерт тут же, там, в гимназии, в 5-й Витебска. В Лиозно нас встретили небольшими музеями патриотическими. А Лиозно тоже, я хочу сказать, немножко перейду на то, что нас и исторически еще многое связывает. У нас ведь более 500 наших люберчан тогда еще. Ушло в ополчение 158-я стрелковая дивизия. Они же через Ржевское направление пошли освобождали Лиозно, на Лиозно, Витебская область. И 37-я гвардейская стрелковая, она тоже у нас формировалась, которая дошла уже по югу Беларуси, Речицы. И она так ее и именовали, белорусы. 37-я гвардейская, Реческая стрелковая дивизия. Там чтят, там знают, и бойцов. И я считаю, еще очень много у нас единого и исторического, и по Великой Отечественной войне настолько связывает, что мы просто едины. Вот что люберцы, что Речицы, что там Минск, что Москва. Ну, тем более, когда... Сейчас много говорят об истории, когда вы не просто же это поездка, вы рассказываете, и все это узнают люди. Я тоже очень много бывал в Беларуси, я бывал и в Бресте, и в Витебске, конечно же, побывал во многих других городах. Ну, и Минск. Мы наверняка, наши телезрители, многие, надеюсь, знают, что Минск, вот когда люди первый раз приезжают, он такой какой-то вот, какой-то такой советский город. Почему? Потому что он же ведь полностью был разрушен, там не было ничего, не осталось. Это все было возведено, кратчайшие сроки, и это такой новый город на месте того, который был до всех событий. И, конечно, эта боль, вот в Витебске, я помню, там очень интересный огонь, вечный огонь сделан и так далее. Возлагали ему цветы, да. Вот, и, конечно же, мы не забываем и знаменитую деревню, село, где вот недавно там тоже было выступление по поводу хатыни, имею в виду, где там просто ты вот ходишь, вроде бы уже столько лет прошло. Ощущаешь. Звуки какие-то, вопли людей, где-то стон, где-то вот, вот это вот горе, оно ощущается. И вот ты подходишь вот к этому чему-то, вот ты там побывал, ты возвращаешься, и как будто бы ты выходишь из чего-то вот очень... Из ада какого-то. Из ада, да. Поэтому Белоруссия, безусловно, она является таким, ну, вы все абсолютно правильно сказали, но я хотел бы сейчас перейти к чисто таким техническому вопросу. А когда возникла идея возить люберчан, как это все, кто придумал, почему, зачем? Вы знаете, инициатором, наверное, мы были. Вот сказать, что я, это как хвастовство будет, но мы в нашей организации, потому что у нас родные освобождали Беларусь, у многих было, сейчас уже их, конечно, нет. Потом мы подружились с автономией белорусской, национальной, московской области, которой руководит до сих пор Скрипель Александр Федорович. Через него у нас еще держится в последующие дни всего года связь с культурно-деловым центром посольства Республики Беларусь. Мы встречаемся на концертах, на различных вечерах реквиума. И вот такая взаимосвязь. И поездки у нас совершаются на автобусе. Мы берем сейчас небольшие автобусы. Нам помогает администрация. Помогает администрация. Эта поездка не дешевая, скажем так. И всегда нам, как правило, помогает администрация. Мы заявляли, администрация шла навстречу, давала автобус. Все остальное дальше мы. Я разрабатывала маршрут. Мы едем через север. Заранее договаривались уже с теми людьми, то гимназия, там Могилев, Минск, там дальше юг. Или заезжаем в Брест, потом едем на юг. Или с юга заезжаем в Гомельская область, Минск, там заезжаем в Могилев, там мемориал большой, солидный, дети войны. И, допустим, можно опять через юг поехать. То есть все сами разрабатывали. За наш счет и питание, и проживание. Но администрация всегда давала нам. Прямо это очень, конечно, хорошо. А вот люди, которых вы возили, кто это? Как вы их собирали, как предлагали? Да, собирали желающих много всегда бывает. Автобус небольшой на 15-18 человек, желающих много. Вот просто ради интереса. И те люди, у которых связана судьба. И мы всегда старались во всех поездках, человек 5-6, обязательно взять детей. Обязательно. Это кадетская школа с нами. Всегда звонили директору, завучу Наталье Геннадьевне. Всегда там кто был, отвечал за детей, всегда давали нам детей. Созванивались. Это как раз хорошо, да, такой вот передача эстафеты. Такой диалог поколений, как бы вот так. И дети всегда едут, конечно, разношерстные, такие вроде пафосные. И потом после того, когда мы посещаем, допустим, мемориалы и детский концентрационный лагерь Красный берег, в Жлобине, здесь уже без разговоров, без какого-то самовнушения, там, внушения разговоров каких-то. Дети всё видят, читают. И была одна группа детей, стали там обниматься и рыдать. Ну вот потому что, да, ещё я возвращаюсь. Само место, сама история, оно, к сожалению, никуда не исчезает, не уходит. И мы не дадим забывения, не дадим. И к счастью, и к сожалению, тут оба слова подходят. Потому что, конечно, хочется забыть весь этот уже, с другой стороны нельзя. Тяжело очень, очень. Уезжаешь оттуда, и ветераны очень болезненно. И тоже сердце какие-то боли переживают. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Ольга Петровна Поликарпова, человек, который одна из тех замечательных людей, которым удалось, в общем-то, создать такое паломничество в Беларуси. Да, многолетнее. Многолетнее историческое паломничество. И, в общем-то, это такая музейная работа. Культурная, духовная, патриотичная. Тут любое слово возьмите. Тут просто как бы себя, вот себя еще как бы держать в вере, в надежде на все лучшее. И вот иной раз уже сил нету. А, все-таки поедем в Беларусь. Поедем в Беларусь. А мы сделаем небольшую паузу и вернемся в студию, и опять поедем в Беларусь, но по рассказам Ольги Петровны. Напомню, что в гостях у нас Ольга Петровна Поликарпова, почетный работник общего образования и председатель общественной организации, которая называется «Дети военной памяти». Это не все ее должности. Мы говорили о связи Люберя, скажем так, с Беларусью в данном случае. И у вас есть какая-то фотография, о которой вы хотели рассказать. Вы знаете, у нас очень много альбомов по Беларуси. Мы собираем по годам. Ну, вот эта вот эмблемка, которая вот здесь лежит, она так нам нравится, мы всегда ее на автобус прикрепляем, чтобы она так нам символизировала. Да и пропускают вас быстрее. Отлично, да, меньше преград. Ну, и хотелось бы рассказать о том, что мы, встречаясь в посольстве в Беларусь с такими людьми, которыми, может быть, и специально захочешь встретиться, и трудно будет. Не получится, да. А здесь вот и сегодня она звонила, Нина Михайловна Данилкович. И сегодня вот прямо расскажу несколько минут. Эта девочка, которая на начало войны, женщина, девочкой была на начало войны, ей было 12 лет, и их три семьи. И они в Бресте как раз находились. Но она сама из Пинска, семья из Пинска. Кстати, мой отец вот Пинские болота проходил. И она вот сегодня ещё раз вспомнила. Я говорю, надо же, как хорошо перед передачей. И она просила, во-первых, поприветствовать Люберецкое телевидение за то, что вот интересные программы делает. И рассказала ещё раз, говорит, сколько мне осталось жить, но вот такая моя участь. Как я осталась жива вообще? Они сначала были в партизанском отряде. А ведь в Брест там уже каждый пост гестаповцы немецкие, говорит, вычищали всё штыками, всё просматривали, все сумки, все рюкзаки, протыкали всё, телеги опрокидывали. В общем, проверяли очень-очень сурово. А, говорит, взрослым, конечно, было трудно пройти, а мы, девчонки, туда-сюда, но нас тоже, говорит, корзины проверяли. А нам надо было где-то там, может быть, мины пронести, где-то, может, наган какой-то пронести, что-то там, какие-то листовки, что-то. И когда, значит, они в лесу увидели сестру, заколотую штыками, они были вынуждены уйти глубже к партизанам, и их приняли в особый разведывательно-диверсионный партизанский отряд восковой части 9903. И она уже там стала работать. Считайте, девочка. Но работали как профессионалы. Вот сколько она сегодня рассказала, так тоже останавливается. Ну да, да. Вот я вам покажу. Нина Михайловна Данилкович в белом пиджаке она. Нина Михайловна с нашими ветеранами в посольстве «Беларусь», культурно-деловой центр. И вот в итоге она осталась жива. Я говорю, как же вы, как вы остались живы? Они именировали железнодорожные полотна, чтобы не проходили дальше составы со снаряжением, с боеприпасами. Ведь Брест – это тоже транспортный. То есть сегодня столько ещё поведала, что просто удивляешься, как остались живы. Очередная история для вашего музея, который называется «Музей Великой Отечественной войны». Давайте немножко о нём расскажем нашим телезрителям. Что это такое? Как, что это за такой… Что это за музей? Это… Ну, мы назвали его музею. Через наш музей уже за 8 лет прошли практически все учащиеся. Все образовательные школы знают об этом музее, потому что каждый год ко дням боевой славы, воинской славы мы всегда проводим экскурсии. Какие-то, может быть, мастер-классы, посещения. Ну, многие знают. Создавался он как бы в частном порядке. Вот решила я увековечить память воинов, солдат, в частности, о своём отце и о тех, которые у нас в округе проживали. В поисковом отряде я работала долго очень. И накопилось очень много трофеев. Ну, хранить как-то, ну, не по совести. Решили сделать вот такое собрание музейное. Сначала открыли его в здании ДОСАВ, которое было на улице Мира, оно относилось к ДОСАВ. Затем они, это здание, значит, оно у них ушло. И нам администрация нашего района даёт помещение в Доме офицеров. Мы как бы заново открываемся. И, ну, он доступен всем, этот музей. Кстати, у нас там есть раздел, появился, вот как мы стали ездить в Беларусь, появился раздел по фронтовым дорогам Беларуси. Каждую поездку у нас отчёт. Каждые какие-то интересные истории про белорусов, про героев Беларуси у нас там. Ну и, конечно, разделы какие в музее. Обязательно, кто бы ни пришёл, там дети, умудрённые ветераны, там кто-то знатоки истории, мы обязательно делаем экскурс. Раздел первый, так начиналась война. Второй раздел хронологически идёт, битва за Москву. Затем говорим о блокадном Ленинграде тоже, чтобы какое-то понимание было. Ну да, глобальная история. Да, маленькая совсем экспозиция, места нету. Затем Сталинградская битва, немножечко пошире, трофеи прям непосредственно оттуда. Очень много уже и ставить некуда. Баннеры, различные документы, фотодокументы. Затем Курская битва, тоже небольшой раздел. Затем освобождение Европы, так как мой отец участвовал, многие наши ветераны участвовали в освобождении Европы. Тоже о капитуляции там. И кто-то спрашивает, почему немецкие трофеи вот так небрежно валяются, если наши расставлены были на полу, есть на полу. Ну, а как вы хотите отношения к таким людям? Ну, ты на Параде Победы была, когда бросали к Мавзолею? Да, созвучно с этим, как флагштоки и знамена этих армий. Они все были повержены. Ну и «Дети войны» идёт центральная экспозиция. И дальше мы говорим о детях, героях Советского Союза. Наши дети уже сейчас более-менее знают, ранее назвать не могли. И о наших детях войны, которые ещё живы, которые ещё работают. Дальше раздел «Белоруссии», «О поколении победителях». И «Книга памяти». Я должен сказать, что настоящий музей, который 8 лет существует уже. Спасибо, я его считаю настоящим. Да, да, да. Но я просто слышу по подходу и так далее. А экспонаты как к вам ещё приходят? А мы связаны до сих пор сейчас, хоть я не работаю в поисковом отряде по возрасту. А сейчас приходят от поисковиков те, которые узнают, что у нас музей с теми, с которыми мы работали. И вот такой поисковый отряд, группа «Застава святого Ильи Муромца», она сейчас московская, она к федералам уже, наверное, относится. Они все достойные, все с сертификатом, правильные. И как бы нам в дар музею как пополнение. У нас всё настоящее. Ну а есть желание как-то этот музей расширить? То есть вы говорите, помещение маленькое и так далее. Ведутся какие-то разговоры на эту тему? Разговоры, Николай, ведутся очень давно, потому что мы давно переполнены. Ну, года четыре назад точно мы были переполнены. И, конечно, мы докладываем, общаемся с представителями администрации. Вот сейчас уже с представителями комитета по культуре. То есть контакт есть? Есть, да. Ну, я думаю, что всё-таки должно быть понимание. С нами сейчас сотрудничают и ветераны МВД, которые помогают сейчас нам его реставрировать и как бы дизайн немножечко более современный сделать. Ну да, да, да. У нас всё старинное. Помогал Желтрест, Азизов, Мамет Кискиныч, Антонов Сергей Николаевич. Помогали вот эти тумбы делать. Но это уже не очень современно, как бы громоздко. Ну, в музее, может быть, так и должно быть. Но мы стремимся с ветеранами. Вот немножечко осовремените. Сколько сейчас у вас экспонатов в музее? Ой, у нас... На скидку. Вообще, вы знаете, весь фонд музейный, он делится на основной и вспомогательный. Да, как всегда, да. Основной фонд, ну, я скажу, где-то около 400 предметов. Да. А выставлено? Может быть, час уже больше. Я имею в виду... То, что выставлено? Основной, да. Он выставлен. А то, что не выставлено? Авторостепенный, там, наверное, больше тысячи уже. Больше тысячи. Но вы как-то меняете, экспозицию же делаете, да? Мы освежаем немножечко. Освежаем. Вот, допустим, каски уже одна... Совсем уже её нельзя ни взять, ни показать детям. Она рассыпается. Это первые каски. Возможно, даже довоенные, там, 1937 года. Вот они уже рассыпаются. Мы их меняем. Затем фотографии тоже обновляем. Какие-то копии фотодокументов, документов военных тоже немножечко обновляем. Хотя у нас соблюдаются условия хранения, но не идеальные, конечно. Ну, завершать будем, опять же, темой Белоруссии, потому что 80 лет... Ну, да, да. 80 лет грядёт. Вот мы, конечно, уже сейчас договариваемся, сейчас уже договариваемся с Минском. Вот будем по-конкретней к осени уже говорить. С Витебском нас всегда там встречают. Возможно, начнём с Лиозно. Нас всегда ждут в Гомеле, в Речице ждут. В Бресте теперь появились друзья, потому что мы ездили отдыхать туда в санатории Ружа-Хутор. Это на территории Беловежской пуще, Брестская область. Шикарнейшие места. И когда мы приехали туда, мы организовали администрацию возлагать цветы. Там танк наш стоит, граница, где, значит, были бои. Ну и идут уже договорённости заранее, потому что надо уже весной конкретно состав делегации. Ну да, списки все. Пропускная способность тоже будет очень строгая в связи вот с такими событиями, я хочу сказать, ну, серьёзными. И, естественно, пропускать туда тоже, наверное, будут уже людей, которые дадут только добро нашим совместным. Ну, я должен сказать, что, конечно же, это очень интересная история. Это когда вот, ну, есть правительственные, да, встречи, мы видим, что они... Это один уровень, да. Они постоянные сейчас и до известных последних событий, и тем более сейчас. То есть они всегда были и так далее. Потом я помню прекрасно, что в Минске даже бывает не найти места, где остановиться, потому что приезжают россияне, отдыхают, да, гуляют и получают какое-то удовольствие. Надо не забывать, что в Минске ещё же картофельная страна. Да, 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 драники и прочее. Ой, там вкусняшечки, да. Там очень, наверное, всё очень вкусно. Да, вкусно. Ну, и вдвойне приятно, что вот вам удалось на основе каких-то личных эмоций, на основе знаний о нас, знакомств, создать вот такую историю. А мы вас за это благодарим и желаем вам успехов. Спасибо, спасибо. Мы будем работать, потому что нам нужно сотрудничать. Конечно, безусловно. Дружить во всех отношениях. Да, и всё обязательно получится. Спасибо. Хочу напомнить, что в гостях у нас была Ольга Петровна Поликарпова, почётный работник общего образования, председатель общественной организации «Дети войны памяти». Спасибо вам большое. Спасибо, Николай. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова